доброе утро сегодня у нас на завтрак кукурузная каша вообще нескончаемая ее нужно совсем чуть чуть на грубо говоря 100 грамм и и получается много ночи хорошо разваривается очень кукурузная каша на меня уже почти остыла и чай ну как обычно мой зеленый любимый кашу я варила в мультиварке достаточно она такая жидкая получается ну как бы видите да вот я сейчас положила тоже в тарелку такую кашу я варю 1 к 75 1 к 8 у меня я уже как-то говорил что так заявлено мультиварка у меня мультиварка redmond вот но дело в том что заявлено что ее нужно варить полчаса нет с этой каши это не прокатывает я ставлю на полчаса и через примерно минут 25 ставлю еще один раз на полчаса и там уже контролирую но где-то вот в районе час она варится но очень вкусно получается очень кукурузной каши вот так она выглядит я ее промываю до прозрачности вот эти черные крупинки они все всплывают наверх ну а потом уже закладываю промытую просто многие не знают эту кашу как я выяснила вот и многие разные пробовали попробовать очень вкусные у меня дети тоже ее любят сейчас как раз они встанут и тоже будут кушать она уже не кипяток я ее пораньше сварила и поэтому они с удовольствием сразу ее поедят всем доброе утро сегодня на завтрак хочу пожарить сырники ну точнее как сырники как сейчас я выяснил творожный продукт представляете в магните купила я прям в шоке до этого его кстати раньше брала он что-то не задумываю в общем все что есть то есть так сырники с манкой манку воду класть сухую прошлый раз помните кто смотрел мое видео как я запеканку делала но я может подсказку оставлю посмотрите кому интересно так в общем будем считать что это творог творог сахар соль одно яйцо я уже делала с корицей сырники мне понравилось ну я прям совсем чуть-чуть так для запаха мне нравится корица пахнет ванилина у меня нет представляете у меня вот я что себе нашла я печь пеку мало у меня есть полно разрыхлителя тоже разрыхлитель в общем но зато очень много корицы а почему у меня ее много у нас муравьи были я травила муравьев корицы везде сыпала пахло очень приятно но это ненадолго ну вернее как ненадолго на какое-то время но потом выветривается они опять прилетели привезли ко мне в том году вот еще чесноком так слову говоря тоже мазала места где они ползали вроде понравилось потом уксусом в общем ладно отошли от темы значит манка мука и масло подсолнечное купила манку за 25 рублей а рядом еще было 80 ну в этом же магазине макфа я когда увидел за 80 мне чуть плохо не стало слушайте я варила уже два раза эту манную кашу очень хорошая 25 рублей вообще отличная манка вот она вот такая может быть конечно ну не такая чистая не такая белая ну не знаю но она реально очень вкусная гораздо вкуснее я до этого рублей за 40 покупала вообще отличная манка пересыпала в общем сейчас мы с вами будем сырники делать так я сразу скажу что сырники это не мой конек далеко не мой конек все что связано с творогом и творог такой он влажный вы знаете мне кстати кажется что из свежего творога получается получаются сырники как-то получше вот этот творог какой-то немножко он творог творожная масса немножко кислятины пахнет но по сути сроку все нормально яйцо я помыла меня спрашивали зачем я мою яйца покупные яйца да я мой конечно да и не покупные тоже ну потому что куры на них сидят ну как бы я думаю что это понятно даже если оно внешне чистое когда разбиваешь сыпется все равно что-то прилипает а внешне они не всегда бывают чистые очень часто они бывают грязные так вот раньше я сырники делала вообще без манки просто творожок там яичко сахар да ну а немножко муки добавляла сейчас я кладу манку и кладу ее на глаз и мало того пачка у нас творога надо чтобы это было как бы пообъемней то есть получится творожники а не сырники немножко посолю и положу две ложки сахара потому что он кисленький творог прям пахнет и сразу положу немножко корицы совсем чуть-чуть тут наверное не знаю на кончик чайной ложки в итоге получается и буду размешивать девчонки напишите кто знает вот я не умею сырники по большому счету делать ну прям реально не умею у меня не получаются такие разваливаются я смотрела когда-то видео как правильно делать сырники делала по их рецептам кто показывал видео у меня не получалось если честно вот поэтому не знаю у меня видимо руки не с того места растут так вот получается масса она достаточно жидковатая сейчас я и дам постоять прям минут наверное пять чтобы манка это разбухла пахнет вкусно так творожок с корицы пахнет видите получается я сейчас еще насыплю сюда манку ну будут манники с творогом ну и что и наверно стоять может не надо им знаете что я где-то когда-то слышала что творог надо выжимать из творога всю сыворотку я этим не занимаюсь но в любом случае получится вкусно я как бы много раз я говорю так уже делала да я не умею красивые делать сейчас надо было потренироваться но извините времени нет сейчас уже филип проснется девочки вот такая масса получилась сейчас я насыплю сюда немножко муки подоконник чистый подоконник это у меня рабочая поверхность я здесь вытираю больше чем на столе чаще так и что мы делаем по идее по идее можно форму придать дарим мне кажется они у меня будут трескаться если будет трескаться то в трещины будет они же масло то хорошо мне кажется что надо чтобы они хорошо пропекались там и манка и мука чтобы они пониже были а вы знаете когда делаешь торопишься ну допустим и не на камеру все получается нормально когда на камеру вещи получается все непонятно как сырники девочки я на самом деле никогда раньше с ними не заморачивалась там как-то не его не выкладывала особенно в общем девочки вот такие заготовки у меня получились одну два один я переделала какой-то какой-то не помню даже какой но если бы рука набилась то в принципе ничего вот этот переделала потому что здесь трещины сковородку поставила на огонь сейчас налью масло и будем выкладывать сами давайте попробую вас туда поставить и надо как-то попытаться уместить их все сразу не хочу растягивать надолго сидела я обычно жарю на другой сковородке но туда вот как раз не умещается получилось 9 штук и в прошлый раз тоже я делала не умещается если как бы из двух пачек туда понятно что можно в два захода одна пачка не лезет слушай а нужно вообще соду класть туда чтобы они такие попышнее были надо не надо напишите пожалуйста вот я говорю по сырникам я вообще прям все жарится они на большом огне сейчас я посмотрю как они поджариться и будем переворачивать принципе уже вот он такой видно такой он получился лопаткой их нет не подцеплю поэтому я вилкой оладьи я всегда подцепляю прямо ой все девочки я перевернула вот этот первый положила переворачиваю последним он немножко подгорел ну ладно ничего страшного сейчас убавлю огонь масло видите они все забрали масло с этой стороны доливать масло больше не буду что у нас вот они поджаривают сейчас огонь и накрою крышкой пусть они доходят на крышке будет скапливаться конденсат я буду открывать влагу эту вытирать и буквально пару раз так сделаю и все и они будут готовы так на обед сегодня у нас будет рыбный суп из консервов из горбуши вот я в магните по акции покупала с рисом здесь три столовые ложки риса сейчас его промою и сразу положу кастрюлю уже с водой поставила сейчас закипит сразу положу вариться тем временем порежу картошку все сегодня какой-то не кондиция смотрите картошка была вообще ужасно и морковь была я не знаю кто такой морковь купил из нас и лук начал немножко портится в общем все сегодня не кондиция а да и кстати укроп такой уже оставляет желать лучшего в общем все добиваю значит рис промою и положу в кипящую воду тем временем порежу картошку потру на терке морковь и порежу лук рис поварится минут 5 я добавлю картошку и вот лаврушка мне потребуется все рис я промыла сейчас положу я что хотел сказать говорю тихо у меня все спят потому что сегодня суббота я пришла с работы лёша погода хорошая лёш с мальчишками долго гулял поэтому я сказала что пусть лучше гуляет а я успею сварить суп ну такой быстренький он варится буквально прям максимум не знаю 20 минут наверно пока все это дело готовится поэтому вот поэтому много не буду говорить в комнате арсений и папа спит ну муж понятно да так что вот закладываю рис так все делаем быстренько я рыбный суп могу сварить с морковкой с луком не пережаривать а могу пережаривать то есть понятно да но это каждый так может я сегодня буду пережаривать чуть мне хочется чтобы он был посытнее кастрюля трехлитровая или три с половиной в общем не 5 литровую кастрюлю буду варить но нам на два дня как раз хватит а завтра должна приехать вечером мужа дочь и мы с ней ну мы с ней сварим либо борщ либо что-то ну скорее всего больше на борщ любит да и как бы получится она на два дня приедет как раз нам на два дня этого больше хватит ну там еще и останется побаловать же надо ребенка я вот хотела очень приготовить печень куриную учет мне так прям захотелось она не любит печень будем думать что она захочет она захочет каких-нибудь макаронах не знаю а то она почему-то приезжает постоянно у нас чаще всего печень уже готова и получается она конечно есть там подливку ну немножко печень но я знаю что она ее сильно не любит поэтому надо будет что-нибудь вместе с ней когда уже приедет подумаю если что-то будет повторяться какое-то естественно его борщ снимать не буду заливаю картошку промываю сначала а потом заливаю ее водой чтобы постояла ну прям совсем чуть-чуть чтоб крахмал вышел понятно что много не выйдет но раньше когда я детям готовила овощи да прикорм там первые там картошку у меня долго стояла я еще воду меняла ну а сейчас уже организм детский все равно должен ко всему привыкать в садике так не делают никто они немножко сполоснут ну сами знаете как садик я не говорю что в садике плохо там еще что то но в любом случае есть же везде человеческий фактор этому воду не отстаивают и не из фильтров наливают у нас тоже фильтр кстати нет и ничего страшного ведь кто в кафе обедают тоже там все наливают то есть под краном то есть получается дома вы как-то еще соблюдаете чистоту воды да а в кафе нет то есть а как правило очень многие едят комплексные обеды в каких-то кафешках но все там везде приготовлено без многих соблюдений всяких норм поэтому я работала в общепите я работала в барах в ресторанах я прекрасно знаю как там готовят и причем хорошо что если есть человеческий фактор человек добросовестно да сам по себе упала котлеты не в тарелку положил а как минимум я не знаю ее вытер сдул но это же условно говорю да сдул тоже это не серьезно все там слюнями брызгать вот но сам факт а я такое очень часто бываю знаете я много всего видела но я думаю что и многие видели но просто очень многие не задумываются об этом и вот дома соблюдают всякие все каждую пылинку вытирается а как в кафе в какой-нибудь приходит то там совсем все по-другому и никто об этом не задумывается красиво и ладно так что мы делаем с вами сковородку мне уже стоит греется сейчас я положу картошку в кастрюлю и лук сковородку на переживку так лук у меня обжаривается точнее даже не обжаривается а там уже фон у меня фиги проснулся так что надо поторопиться очень маленький огонь на этой конфорте мне как бы удобно готовить когда снимаю на ней но не поджаривает а так немножечко тушит здесь у меня рис и картошка я сейчас сюда кладу морковь переставила поменяла местами как выручу сковородку сразу же положу тоже потом картошку уже варится решила надо все забродить слушайте открыла горбушу и вам показываю смотрю что камеру не включила но потому что я как обычно когда я тороплюсь у меня прямо очень поняли вот такие вот кусочки хорошие ну прям хорошие пахнет вкусно я сейчас все это чуть-чуть поломаю ну как чуть-чуть косточки я никакие вынимать не буду потому что и мальчишки у меня едят они мягкие все и чуть-чуть бульончик оставлю кошки с хлебушком перемешаю вот как то так можно в суп яичко положить я так кстати люблю ну не кануну получается в этот раз ну как бы я не веду что не надо лишний раз оно и так вкусно будет очень вкусно вот сейчас будем добавлять и сейчас укроп порежу вы это видели но она по-моему не успела в общем игрок такой уже не особо зеленый веточки я оставила заморожен а вот этот вот я там остатки дорезаю так все приготовила же и говорила вам что это открывашка неудобная на даче у нас деревянная ручка это вот по цивиль не выглядит в общем а та деревяшка 100 лет недавности очень ладно все закладываю сейчас рыбу и прямо через одну минутку сразу положила лаврушку да сейчас лаврушку сейчас брошу и укроп все положила я рыбку вот она там косточка кого-то есть скотч смущает пожалуйста вытаскивайте вынимайте я не вынимаю мне вообще не нравится я люблю от рыбы косточки грызть так что мальчишкам они не попадутся то есть если маленько попадется ничего страшного а такой большой я просто вытащу и все поэтому вот сейчас покажу кстати вот укроп буду ложить меня научили как нужно делать так научили девочки одной рукой она неправильно я просто сейчас равно учусь ну в общем как то так чтобы камеру не отпускать в общем вот сейчас все это закипит наверно надо опять переставить на другую конфорку все прям две минутки сейчас поварится и я выключаю можно будет кушать он варится прям максимум 20 минут максимум вообще вот сколько рис варится здесь варится минут 15 но в общем в общем минут двадцать максимум со всеми делами пока вода закипит ручка посолить девочки забыла посолить так сейчас посмотрим вот так посоли потому что рыба тоже соленая замечательно что такое черное я смотрю вместе с вами в камеру это от рыбы что туда вместе с вами в камеру поэтому в общем в принципе все накрываю крышку сейчас дает до кипения и прям две минутки буквально сейчас я на ужин буду готовить непонятно что ну то есть типа тушеной картошки со стручковой фасолью фасоль покупала уже давно здесь полкилограмма наверное третью часть я использую третью может чуть побольше сосиски были замороженные в общем вот я их из морозилки сейчас вынула молочные и по акции мы покупали 650 грамм было по-моему 119 рублей и баварские но это мы покупали там и на дачу и так в общем есть и не по акции мы не берем и другие сосиски мы не берем вот обычно вот такие вот молочные по-черкизовски вот когда хорошая скидка и вот такие вот баварские берем 8 обычно знаете как если остается 1 2 мы все равно съедаем а здесь я решила нет пусть про запас будет вот как раз сейчас и пригодится знаете что не мошка все мясо крошка в общем чуть-чуть но в любом случае все что есть подъедаем а собрала всю картошку что было и морковь морковь естественно я использую наверное не всю я просто что хочу сказать ведь она начала портиться я не знаю как я ее покупала и она суховато немножко сама по себе ну прям такая не особо хорошая вроде вот это нормально сейчас помою посмотрю что с ней и картошку она уже там и прорастать начала в общем 1 картошина нормальная какая-то не знаю сейчас все это помою и одну луковицу буду использовать не люблю такой вот лук девчонки не знаю почему люблю просто круглый вот этот как-то он тяжело режется рука трясется устала просто гуляли сейчас на улице поэтому срочном порядке буду готовить готовить буду в мультиварке и укроп приготовил так почистила картошку уже даже начала резать и поняла что не с того начала морковь тоже почистила и положу ее все вот эти две нормально вот эти две суховатые сейчас процессе резки посмотрю что они вообще негодные луковицу почистила фасоль промыла ну просто холодной водой сейчас она немножко растает и стечет почему не с того начала потому что тороплюсь нужно с лука лук вы обжаривать поставить мультиварку уже включила и морковь порезать пока это будет обжариваться займусь картошкой у меня там на фоне чайник закипает сейчас я быстренько порежу лук прямо я его мельчить сильно не буду жарится он такой прям ядреный знаете у нас магните продается не знаю мне кажется сейчас у всех магнитина продается но почему-то мне так кажется я у кого-то уже тоже видела начнем с хорошим морковью буду крупненько ее резать глаза лук прямо глаза ждет вообще сильно-сильно вот лук сейчас я его положу обжариваться вот так я его порезала и буквально прям через минутку добавлю морковь давайте сначала сейчас картошечку пока порежем тоже режу ее не сильно мелко и не сильно трупно буквально у девчонки так хочется много-много рыбы а еще хочется грибов вот прям очень хочется я рыбу обожаю надо будет рыбу сделать и очень хочется грибов но я не знаю может быть жульен какой-нибудь понимаете не то что там как бы экономный джульен а нормальный жульен джульена поесть хочется вкусного такого что было много курицы много сыра там сметаны чего там еще кладут картошка вся разная и жесткая и мелкая и жесткая мелкая и жесткая и мягкая вот это пожестче одна была картошка прямо вот такая вот такая хорошая от нее осталась вообще вот такая глазков сильно много было прямо последнее время картошка относительно везде а вот она кстати есть я еще изуродовала диван упал как он так упал ему надо в постель слушайте последнее время прям полюбила стручковую фасоль и раньше ее терпеть не могла а несколько раз где-то попробую не помню где потом решила сама приготовить мне понравилось вот еще бы сюда перчик какой-нибудь там красный не острый обычный болгарский но вкус перец перебьет перец перебьет вкус фасоли осень такой пожалуйста холодильник вот и поэтому это от аллергии они от головы вот когда нет места прям вообще ну ладно у меня будет в следующей жизни хорошая кухня большая и мы там с вами разгуляемся артюш не надо как у меня обжаривается как уже положу морковь ну смотрите на этого съеден это у него не рано это у него фломастик артюш ему зодок открывает нет я не открою артюш да не будет папа открывать это не от того артюш девочки извините ну вот так у меня сегодня понимаете утром бывает тихо вечером бывает громко так я думаю сейчас как раз положу морковь чтобы она тоже сок свой дала я ее воду вложила чтобы она не сохла наверное сейчас она масло подсолнечное себя заберет наверное добавить нужно будет а может не нужно будет посмотрим сейчас и девочки я положу томатную пасту что-то мне последнее время так с томатной пастой понравилось я раньше с томатной пастой не готовила но вкус интересней становится просто он другой мы привыкли без томатной пасты а сейчас он получается другой то есть в принципе это блюдо можно с томатной пастой без томатной можно с мясом можно без мяса и что я хотела сказать томатную пасту положу прямо сейчас потому что надо чтобы она хорошо протушилась а то будет кисловата а так она вытушится ну вот я просто немножко экспериментировала вот кстати вот эту штуку вы эту штуку снимаете когда в мультиварке пользуетесь у кого есть у меня просто смех рыжка падает ну не всегда конечно но как правило так положила 4 кубика матч и пасты это помните вот у меня вот эта стопика я перекладывала очень удобно достается вообще прям моментально сейчас я вам покажу я боялась а видите оп еще боялась что не получится ну вот прям она очень хорошо сколько у нас здесь получается это в ней получается где-то одна чайная ложка да примерно чуть побольше вот получается где-то я положила две столовые ложки томатной пасты так томатная паста уже растаяла и тогда сразу нормально ужаривать ужаривать правильно я сказала пока это все дело ужаривать я порезала сосиску то есть вот получается маленький маленькую одну я порезала целыми кусочками а здесь пополам ну как бы в объем нормально получился а если еще мельче то было бы еще больше поэтому вот сейчас я это тоже закладываю сразу туда вот я положила и сейчас через минутку уже положу эту крышковую фасоль и буквально две минутки еще пожарю ну как пожарю да вот пообжариваю вот так помешаю и все положу картошку и залью водой простите что вы у меня дергаетесь девчонки я реально тороплюсь потому что время уже много надо быстрее приготовить поесть а я это и запланировала теоретически можно было бы что-то другое сделать попроще но у меня это уже было запланировано ну на сегодня как-то макароны не хочется макароны есть всегда их если что можно в любой момент сварить и как бы пельмени можно сварить правильно но я думаю что на полчаса позже уже как бы погода не сделает сейчас я долью водой фасоль положу она сок пустит свой вот ровно половину я взяла фасоль из того пакета смотрите какая красота для пота просто больше не нужно и для чего из того что мальчишки но они могут не есть я по крайней мере и выберу вроде последний раз что-то из них я вас что-то не стал и сейчас я прям сейчас посолю немножко вот я посолила где-то половину столовой ложки сейчас тиска пока она на режиме жарко стоит пусть немножко потушится в этом режиме пахнет очень вкусно больше делать ничего не буду кину еще лаврушку и знаете что я попробую если не будет кисло то оставлю так но если будет немножко кисловата я немножко положу сахаром ну прямо чисто символически знаете вот прям пол десертной ложки считайте большая же кастрюлю девчонки кто любит стручковую фасоль вот я говорю полюбила последнее время напишите может какие-то рецепты с гречкой очень вкусно тоже как-нибудь с вами приготовим вот положила лавровые листики прямо такие маленькие несколько штучек сейчас перемешаю и все и закладываю картошку сейчас попробую с вами зацепить вот сейчас я это все перемешаю вы заметили я не мешаю железной ложкой ну потому что в прошлый раз когда мне начали писать у меня просто не было под рукой пластиковые или деревянные лопатки ну тогда ложка нужна была пластиковая я не стала отвлекаться просто блин столько хочется блюд сделать вкусных таких которые ну не бюджетные и в принципе интересные нет у меня миксером я хотела тут у соседки попросить а он мне вечно требуется с утра федя разошелся так я думаю достаточно все заливаю кипятком все девочки залила кипятком вот получается где-то на сколько ну почти до краев до краев в картошке ну чуть поменьше на сантиметр ниже да где-то так вот так вот и ставлю на тушение тушение по времени час занимает но я не буду час тушить потому что здесь уже основная часть овощей приготовлена по большому счету осталось только картошку я думаю что где-то полчасика может быть минут сорок ну минут за десять до готовности я еще сюда укроп положу как же без него девочки я включилась но включилась уже с фонарем на телефоне потому что у меня очищение все неплохое вы же извините смотри какая красивая Потому что мне кажется, что вы до этого не понимали Насколько это красиво, насколько это будет вкусно Но цвет, конечно, поменяется Но в любом случае, смотрите, как это красиво Ну, а потом посмотрим, как будет После того, у меня уже слюни текут После того, как приготовится Все, девочки, готова наша красота Это я Реша положила Это себе А это остывает мальчиком Здесь без бульончика И сейчас я немножечко им помну Ну, чтобы вот это вот в глаза не бросалось Чтобы никто ничего не выбирал Вот, все очень вкусно Я попробовала, сахара я не добавляла А укроп я положила И у нас есть вот огурчики, помидорки Черри вот такие вот маленькие И еще есть один огурец, ну, как бы на завтра И столько же, наверное, помидорок осталось Огурцы я сейчас покупаю недорогие Они по 70 рублей Такие кривенькие, косненькие, но очень сладкие Очень ароматные, очень вкусные Ну, в общем, вот, получается наш ужин Девочки, это реально божественно Честное слово Так, и вот сколько осталось Еще на завтра Больше, чем половина Если понравилось видео Ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на канал Всем спасибо Всем пока И всем приятного аппетита Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!